И дальше оказывать поддержку отечественным товаропроизводителям в период пандемии поручилась сегодня Ельбасе, представителям Фонда национального благосостояния. Кроме того, в Самрухазана должны сократить неэффективные инвестиции и заменить их на более доходные. Подробнее о повестке дня заседания Совета по управлению фондом в материале Ирины Панфиловой. Время непростое, конкуренция, противостояние между крупнейшими странами нарастают. Есть риск, что под большое давление попадет и казахстанская экономика. Вместе с тем, это возможность провести необходимые реформы для построения новой экономической модели. Переход к новой модели развития, основанной на демонерующей роли частного сектора с низким участием государства, потребует изменений на всех уровнях. В том числе, они затронуты деятельность флагмана нашей экономики Фонда национального благосостояния Самрухазана. Ключевые цели уже определили, они изложены в обновленной стратегии развития фонда на ближайшие 8 лет. Главная задача к 2024 году преобразовать Самрухазана в инвестхолдинг, по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния. Сейчас деятельность ООО направлена на управление активами. 74% стоимости портфеля зависит от сырьевого сектора. Это в основном нефть и уран. 64% нефть, 10% уран. В то же время у наших аналогов зависит от сырьевого рынка отсутствует. Поэтому для перехода к модели инвестиционного холдинга требуется ряд концептуальных решений. Конечно, данные, приведенные по другим фондам, убеждают правильность нашего подхода. Общее направление правильное. А скажу, Захович, мы говорили, это все согласовано. Да, Александр Александрович, мы внимательно рассмотрели, вместе доработали. В целом поддерживаем подходы, предложенные сегодня. Первый президент Казахстана акцентировал внимание на важности диверсификации портфеля фонда по географии и отраслям активов. Нурсултан Назарбаев поручил избавиться от неэффективных инвестиций и заменить их на более доходные. За счет роста дивидендов фонда увеличатся и поступления в бюджет. Предлагаемые фондом изменения соответствуют мировому опыту. Концепция преобразования фонда в инвестиционный холдинг позволит фонду заниматься не только управлением крупными стратегическими активами, которые останутся в портфеле, но и в большей степени новыми инвестициями. Не обошли и тему пандемии коронавируса. Она обнажила глубокий системный кризис во многих сферах экономики. Правительству пришлось принимать беспрецедентные меры по защите отечественного бизнеса. В период чрезвычайного положения было принято три пакета антикризисных мер по поддержке населения, бизнеса. Население это знает, мы этим все занимались. Но пандемия не отпускает. В этих условиях, как я говорил ранее, важно поддерживать наших предпринимателей, которые создают прежде всего рабочие места, доходы населению и вносят соответствующие средства в бюджет. Держаться на плаву производственным предприятиям помогают государственный заказ и закупки квази-государственного сектора. Помощь эффективная, особенно сейчас, когда бизнес-активность резко снижается. За 2018-2020 годы 93% закупа фонда, а это 4200 позиций на сумму 1 триллион тенге, переданных в конкурентную среду. Почти 23 тысячи субъектов предпринимательства получили прямой доступ к закупкам. За этот же период основание для закупок из одного источника сократилось на 60%. Это привело к экономии по итогам закупок 400 миллиардов тенге. Эту работу надо продолжать. Стратегия развития фонда еще раз доказала свою эффективность, позволила сохранить положительную динамику, не допустив существенных простоев и сокращений. Ельбасы положительно оценил работу АО, особо отметив заслуги главы Самрук Казына. Важно, что все коллективы, компании сохраняют социальную стабильность, заботятся о своих работниках. На примере фонда мы учимся активно поддерживать национальный бизнес. Мы создаем в нашей стране новое производство, новые рабочие места, привлекаем новую технологию в страну, навыки, компетенцию. По итогам заседания члены совета одобрили предложенную концепцию преобразования фонда в инвестиционный холдинг и поручили правлению и дальше поддерживать отечественных товаропроизводителей в период пандемии. Ирина Панфилова, предсодействитель радиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24. Важно поддерживать.